Привет друзья! Сегодня на обзоре дрель-шуруповёрт. Российское производство, адекватная цена и добротная комплектация. Не обошлось, конечно, без некоторых моментов, которые мне не понравились, но да ладно. Встречайте, Рокодил Твист 2 Про. Картонная коробка пришла немного помятой, но это не помешало доставить само устройство в целостности и сохранности. Внутри эргономичный пластиковый кейс. Комплектация меня тоже вполне порадовала. 18-ти вольтовая дрель-шуруповёрт, зарядное устройство с силой тока в 1,5 А, аккумуляторная батарея, инструкция и комплект оснастки. Кстати, стартовый набор вполне продуманный, хоть и непрофессиональный. Он включает в себя 9 торцевых головок, 6 бит под различные типы шурупов, гибкие и жёсткие удлинители, поясную клипсу и 6 свёрел с различным диаметром. Внешний вид устройства типичный среди конкурентов. Элементы управления традиционные. Что мы видим? Крок с плавной регулировкой оборотов, переключатель направления вращения и поворотная муфта с регулировкой ограничителя момента силы вращения от 1 до 18 условных единиц. В целом, всё как и везде, ничего нового. Кроме того, есть отдельный режим для сверления. На верхней грани механический переключатель скорости. Режим закручивания составляет от 0 до 400 оборотов в минуту. Режим сверления от 0 до 1400. Про подсветку видеолад фонарика, кстати, тоже не забыли. Он неплохо подсвечивает рабочую зону. Что интересно и не свойственно для бюджетника, так это мощность 48 ньютон-метров, что прилично больше, чем у большинства аналогов в том же ценовом сегменте. Комплектуется шуруповёрт аккумулятором ёмкостью 2 Ач с напряжением 18 В. По заявлению производителя, одного заряда аккумулятора хватает примерно на 1000 закрученных среднеразмерных шурупов. А вот много это или мало, я, к сожалению, сказать не могу. Кроме того, аппарат оснащён функцией быстрой зарядки. С 0 до 100% менее чем за 90 минут. Но помните, я говорил о небольшом недостатке? Он заключается в том, что питание можно подключить только в снятый аккумулятор. То есть во время зарядки работать не получится. И это меня, конечно, расстроило. Но опять же, пока я закручу 1000 шурупов или просверлю кучу отверстий, хотя бы полчаса на зарядку во время перерыва точно найти смогу. Но что наоборот удобно, проверять оставшийся заряд можно с помощью светодиодного индикатора, который расположен на самом аккумуляторе, нажав кнопку рядом с ним. То есть вставлять его в сам шуруповёр для проверки, как в многих других моделях, не обязательно. И можно сказать, что ребята свой небольшой минус перекрыли вот таким вот удобством. Ну, как-то так. Теперь немного работы. Базовые функции по дому Рокодил выполняет на ура. Что-то повесить, прикрепить, открутить, просверлить или затянуть. Никаких критичных проблем я не заметил. Кстати, базового комплекта и мощности вполне достаточно, чтобы открутить или прикрутить колесо. И этим вполне можно пользоваться. По итогу, никаких критичных проблем, как рядовой пользователь, я не заметил. Кстати, эту модель удобно держать в руке за счёт формы ручки и лёгкого веса. Да, я далеко не использовал его для профессиональных работ. На то просто не было причин. Но для дома вполне самое то. Цена данного гаджета около 8000 рублей. И это немного ниже средних цен подобных устройств. Ну и к качеству сборки этого устройства у меня тоже никаких претензий. Да, кстати, чуть не забыл. Бонусом даётся пятилетняя гарантия производителя. Видимо, они уверены в своём гаджете даже больше, чем я. Ну, как-то так. На сегодня это всё. Надеюсь, этот базовый обзор сформировал у вас общее впечатление об устройстве. А покупать или нет, каждый решит самостоятельно. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы были на канале про гаджеты. До скорой встречи.